я думаю что я успею но на полка говорит она уже стоит поэтому ну да давай пройдемся немножко по вопросам подписчиков наших давай смотри андрей черепанов спрашивает он спрашивает это у всех не рассматриваете ли вы локализацию необычной и очень красивой игры от стон майор games wingspan видел игру про птичек и яички очень забавно нет скажу не рассматриваем почему потому что я считаю что это можно продать только гикл понятно а вот вопрос который кстати вот он этот вопрос следующий будет я его сам тебя хотел задать его сдает тебя александр алексанин он как раз небольшая предыстория эту игру делала компания бордан дайс и теперь она делает ее совместно с компанией космос который является вашим партнером ты уже догадался о какой игре я спрашиваю да будете ли вы делать escape tales the waking это квестоподобная игра еще одна можно загадочно улыбнуть и провал загадочно улыбнись я все понял все 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 поняли видимо она появится в новостях ближайшее время смотрите новости в гиг медиа возможно наталья иванова розина спрашивает тебя когда ваша компания наймет адекватного редактора для исправления всех орфографических и пунктационных ошибок в правилах если что правило великого западного пути яркий позорный пример вот так вот ну прям каток да 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 аж больно стал у нас есть редактор просто проблема в том что когда мы работаем очень долго над проектом замыливается глаз у всех нанимать еще супервайзер редактора который будет в чистую проверять это значит а столкнуться с тем что человек будет не будет воспринимать термины которые вы устоявшись будут править формулировки мы проходили эту тему если что и так да я не отрицаю у нас есть ошибки но они не настолько критические чтобы можно было сказать что это великим западным путь невозможно играть потому что сформулировано неправильно и этот поломан весь геймплей из-за того что из-за банальных там пунктационных орфографических ошибок вообще сказал бы что вред в какой-то игре от наличия в ней немного не тех терминов или неправильно позволяет запятых ломать геймплей за этим исключением я кстати знаю по таких исключения где он реально ломался я тоже знаю на примере даже нашей собственной игры в первом в первой редакции поселенцев мы совершенно неправильно трактовали одно из правил потом дальнейшем выпустили и рату и потом исправились обязательно но стыдно мне мне стыдно да действительно но у нас работ построена так и такое количество проектов что мы не можем себе позволить еще дополнительный супервайзер аутсорс по редактуре ну если что вы имеете ввиду что в российском гиг сообществе есть одно небольшое сообщество у которых есть хороший редактор который занимается настольными играми кто же я тебе за кадром расскажу хорошо нет ошибки есть у всех да не ошибается тот и не работает стараемся сводить это к минимуму да не есть давай рассушить охлестать начал я продолжу западный путь это расскажешь мне почему на ведь на игровом поле великого западного пути и на игровых карточках не переведены английские термины в частности название городов и название коров хотя они все кстати есть на русском на самом деле они продублированы в правилах но дело в чем то что это международный тираж и чем больше на западе очень четко действует правило чем больше тираж одного элемента тем дешевле он обходится друзья чтобы вот играть великий западный путь не стоило 70 баксов как ты говорил мне в самом начале интервью а стоило три с половиной тысячи рублей что составляет меньше 50 евро да именно поэтому сделано так что карточки и поля напечатаны в совместном тираже англоязычном для удешевления продукции вот и все с другой стороны я конечно понимаю что локализация хотелось бы иметь вообще все на русском на языке но когда мы там смотрели одну корову которая красивым шрифтом в английском языке умещалась название четко в карточку мы как посмотрели русский перевод поняли что это это будет порнография да 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 там йоркшизка этом длиннорога чего-то там куда-то там ну действительно дешевле я не думаю что это сильно сказалось на атмосфере игры к тому же для тех у кого есть проблемы там с английским языком всегда можно посмотреть в правилах все эти породы переведены для того чтобы люди понимали что это вообще-то для тех кто гоняет коров они по-английскому знают да их но вообще на самом деле те кто гоняет коров они не заботятся образование гоняет коров как бы признал в техас выпил бутылочку коричневая коричневая да 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 коричневого с таким вот рогом коричневого с таким вот рогом ну окей ты будешь дальше не хлистать я сейчас придумал я еще хлистну пока смотри роман кузьмин спрашивает расскажи пожалуйста насколько востребовано за рубежом такое направление звезды как сборной модели насколько вообще развит данный рынок за границей ну за границей давайте так скажем если брать рынки то они очень сильно отличаются если в россии это до сих пор масс-маркет и увлечения в том числе и для детей то за границей сугубо специализированный рынок но и ниши но он развит на достаточно хорошо чтобы и звезда чувствовал себя хорошо от продаж за рубежом мы продаемся больше чем 80 странах мира нас даже на африканском континенте можно встретить мне не помощью города что типа корсомольск на зимбабве но этот представлен мы очень хорошо по некоторым категориям моделей мы входим там уверенно там в топ-3 топ-5 компаний которые производят сборные модели естественно это некоторые из направлений всего модельного бизнеса но в общем и целом это востребовано и звезда в принципе на западе если в целом брать мир растет интересно смотри тимофей рязанов и глеб калинин задали в принципе вопрос из одной и той же области поэтому их объединил и вопрос будет следующим будет ли второй тираж андер легенды о звездном щите и будут ли переведены остальные допы в частности темные герои и потерянные легенды так ладно хорошо начнем с неприятного звездный щит скорее всего не будет потому что мы смотрели по продажам первого тиража этого допа и как бы они были очень очень слабые нам показалось о том что игрокам достаточно просто большой игры и этот док не востребован потом похоже получилось так что они раскусили сейчас у нас очень много обращений я точно скажу что в девятнадцатом году звездный щит не запланирован если что-то изменится возможно в двадцатом году мы переиздадим звездные легенды о звездном щите опять же почему я вот так говорю 19 20 дискретно компании космос нашего партнера тираж раз год заказал получил не заказал год пропустил именно поэтому у нас не было достаточно долго там 1 андора то уж мы один тираж случайно пропустили и так темные герои тут гораздо более приятный нос смотрите здесь все на русском языке достать посмотреть игра сейчас находится на сертификации все наверное слышали уже мне не одни мы испытали трудности с тем что в этом году были изменены правила сертификации очень много лабораторий которые тестируют игрушки именно были закрыты да ты рассказывал об этом да 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 я рассказывал и только сейчас начали открываться заново сертифицированные государством те лаборатории которые работали до этого делали это но их было много и поэтому они не создавали очень вот так вот выглядит игра я надеюсь что наши коллеги мои коллеги точнее которые занимаются вопросами сертификации сработают четко и быстро мы если все пойдет хорошо получим игру аккуратно перед новым годом а так быстро уже да если не получится это сразу после праздника практически сразу карточка серые горы карточка земля кратко кость к моему видимом большому позору я не знаю что такое рандер я ни разу не играл поэтому расскажите вкратце что это такое и почему он вас так популярен на самом деле андер это такое пазл приключения было так назвал то есть за большой коробкой где ты первоначально видишь ролевую игру для казуалов именно то есть это не су не сложная задача компании космос была в том чтобы создать рпг с низким порогом вхождения поэтому были написаны обучающие легенды и все остальное они сразу начали сгенерирование поэтому характеристики персонажей фиксированы ты просто можешь выбирать себе героя почему это пазл приключения потому что вроде бы как бы создается атмосфера большого приключения есть куча текста бэка героев кто почему когда у каждого свои собственная судьба они в конце закачивать себя по-разному ну а то есть ты переживаешь жизнь героя в ходе каких-то одной игры или нескольких нескольких игр то есть каждая коробочка старта андор легенда 1 содержит 5 легенд которые начинают там встретить легенды могут по-разному проходиться и потом идет приключение поход на север соответственно дополнение к этой карте потом идет андор 3 легенда 3 последняя надежда это все истории одних и тех же героев чем кстати примечательно вот этот доп весь андор можно пройти новыми героями которых новые судьбы и они не просто так называется темные герои они не то чтобы злые они просто по-своему так скажем не определившиеся со стороной силы если так можно сказать то есть если кто помнит из 1 андора у нас там есть монстры скрали так вот это скрайп полукровка получила легенду скраль то есть пополнил возможно злодей мама у него и из людей вряд ли наоборот да 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 есть не там не поздно такой герои таинства в чем сюжет сюжет том что на королевство которое жило было как обычно мирно существовало начали переть всякие твари и они выписали себе наемчиков решить проблемы свои и понеслась понятно а ребята начали взаимодействовать узнавать что не все так просто не все так это значит что в мире есть другие персонажи с ними можно дружить можно воевать кто за всем этим делом стоит и так далее там подобное возраст 10 плюс да да она на самом деле играется 10 и мы кстати забыли сказать за всем этим разговором по поводу потерянных легенд потерянные легенды возможно будут в двадцатом году сейчас у меня переговор вот так коротко и неясно я скажу все очень очень зависит от цены ну давай тогда посмотрим что-то еще притащил давай что прям дед мороз сегодня подарков ну если бы и своему да 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 покупайте наших слонов но ты дед мороз который показывает подарки детям да дети смотрите что вы можете попросить сами у себя потому что это действительно подарки для взрослых детей наверное уже видели наши новости кто не видел для тех показываю еще раз мы выпустили дополнение для пресловутого великого западного пути который мы сегодня обсуждали не один раз это вот такая вот коробочка вот с таким вот полем накладочкой которая мания черные деревянные не используются в игре и вложены в коробку по ошибке да и можете избавиться от них или сохранить их для личных нужд но точно хоряву кубиков подосыпали нет на самом деле это причина почему игра задержалась потом попала под каток сертификации таможня и всего остального то есть из того что они положили лишние кубики смотрите вот набор да это общий набор если видно здесь лежать черные кубики а вот лежат отдельно белые так вот в германии в германии на производстве ошиблись и положили в общий пакетик черные фишки сначала думали изъять их но вышло что операции по изъятию и докладыванию белых было бы дороже чем просто доложить белые ну потому что надо было взять несколько бюргеров которые сели бюргеров да там я видел кто работает на производстве на людофакте как бы там точно так же работает обычные люди вот из соседних селений которые приезжают на работу стоят на линии упаковывают и все и вот пришлось нам всем если где этот листочек да есть посмотрите он тут на 1 2 3 4 5 6 7 языков включая японский да включая японский на 7 языках собирать информацию потом распаковывать все тиражи все семь языков а тиражи достаточно большие и соответственно вкладывать вот эти вот кубики занял там почти месяц до каждую коробку вскрывали ручную она была уже запаковано в шринг и ошибка выяснил уже потом когда прислали пилотные образцы компании гиршпиль они соответственно это потратил все время на пилотные образцы и все было готово к отгрузке тут бац выясняется что лежат черные белых нет создается какая-то но тогда по поводу замены людофак производитель должен поставить это в план а там прям каток перед эссеном это просто штампуется и штампуется и штампуется надо найти время на найти время произвести белые еще производится белые печаться из бумажки скрывается продакшн куда скрывается тиражи переупаковывается представляете вот просто вот где-то кто-то на каком-то этапе совершил ошибку и положили черный теперь поэтому всех будут дополнительный комплект якобы на пятого игрока к сожалению в базе этого нет да вот это кстати поле очень интересное оно чем оно интересно вот эта запечатана сторона она вот так вот обливается чтобы соответствовать толщине и вот здесь вот есть как раз загор кто-то подтыкает ты подтыкаешь основное поле у тебя меняются города интересно то есть есть базовые города которые есть великом западном пути и ты это поле как накладку сверху ставишь и у тебя меняются города канзас сити да остается как место куда надо привезти и соответственно у нас пошли разветвленные сети новые а то есть ты можешь выбирать теперь у тебя разнообразные пути куда ты можешь поехать не по прямой вот так как раньше ехали сюда и потом сюда уезжали не паровозик он продолжает ехать вдоль этих станций это основная механика и он уезжает туда но теперь вот эти домики они используют для того чтобы строить собственные отделения дистрибьюторский и как бы тебе придется уже выстраивать сеть ты не можешь попасть в этот город не имея вот здесь никого и соответственно тебе надо сначала доставить сент-луис потом и сент-луиса доставить еще раз поставить здесь нет добавляет новых стратегий завезли промо тайлы но они были промо это вот один из ставилов это вот если не знаю видно нет здесь вот сима выставки магазинчиком причем очень дорогой да она обратной стороне деспи дочь и шпиль прайс это это второе я понял да они все таки естественно вот раз два еще три дня разных здорово а еще что по механикам здесь новенького но видит планшетики появились да 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 теперь мы можем на этих планшетиках как раз отмечать наши представительства и за каждый колокольчик у нас есть определенные бонусы которые мы можем использовать вот с этих плашечек вот они нам выдаются мы можем обменивать карточки понятно здорово на каждом городе вот здесь лежат дополнительные бонусы одноразовые которые можно использовать то есть она стала такая еще более комплексная да в плен салат добавили новый ингредиент понятно здорово так поехали дальше у нас все прикольная находка с полем вот эту подкупадах я хочу порезать и сумму сделали да все нормально как лучших домах лондона и парижа берлина и канзаса также я притащил игру про которую сегодня говорили это blue lagoon голубая лагуна до голубая лагуна игра от blue orange ой пардон здесь все высыпалось в процессе транспортирования голубая лагуна от голубого апельсина здесь у нас есть такой поль мы играем за племена полионизийцев островитян который заселяет новые территории здесь различные острова у каждого есть набор ребят они либо на земле либо на лодочках и на самом деле просто мы здесь простраиваем цепочка как-то каким-то образом на этих землях распределены деревянные грибочки интересные грибочки да это наши хижинки игра проходит потому что в два этапа первый раз мы расселяемся и выстраиваем цепочки из своих людей и ставим поселение во втором этапе мы убираем всех людей и остается только поселение мы начинаем изучать острова и уже двигаемся от поселения есть соответственно различные ресурсы идолы кокосы бамбук все остальное соответственно мы собираем и игра на сбор различных сетов на постройку у нас есть такой толстенький блокнотик здесь как раз два этапа расписаны и в первом этапе получаешь очки и второго да 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 и в первом и втором этапе ты получаешь за то же самое то есть там к примеру за представительство на 7 островах 10 очков на всех 8 20 очков да за за линейку за каждый соединенный путем твоих поселенцев остров там 5 победных очков за majority ну преимущество своих людях на каждом острове зависимости от ценности острова ты получаешь очки за сет из товаров одного типа за сеты из разного типа за тотемы и соответственно провели первый чек посчитали очки убрали все жетончики свои забрали обратно забрали их обратно но у нас остались хижины которые мы расставили в первой части игры и уже начинаем расселяться уже от хижин не будет там такого что ты в первой зоне кто лучше всех всех первым первых отыграл во второй фазе тоже обязательно мы тестировали игру не один раз как бы и не только мы я даже больше скажу интересную историю к про эту игру звезда получила эту игру как прототип от района ракницы еще пять лет назад но в том виде в котором она была и в той позиции который была звезда как бы не сошлись звезды и мы ее не издать я считаю что blue orange очень хорошо постарался не нашли классную тему они сделали красивую иллюстрации системы у вас был крутатик да да без темы и они допилили игру и добавили вот таких классных деревянных компонентов и мы считаем что они сделали лучше чем если бы мы к примеру взяли очень симпатично да очень приятный разных форм деревянные компоненты я вообще люблю очень разных дмитров не большая коллекция разнообразных дмитров я просто никак не соберусь для того чтобы типа собрать их надо фотографии потому что потом по всем играм их не разложишь просто нет и на самом деле оба этапа можно провалить игру в первом этапе но на втором отыграться отыграться да мы мы играли и так частенько случалось что человек который как бы шел там предпоследним последним мог затащить за счет второго этапа потому что если в первом этапе ты пляшешь практически откуда хочешь потому что ты сам выставляешь свою посетку во втором ты от того куда поставил домик и если ты в первом этапе грамот не поставил домики но как бы не преуспел сборе ресурсов или цепочек или еще что-то тебя нарушили комбинацию который там ты выстраивал то во втором этапе когда ты идешь от домиков если они более грамотно расположены можешь все это дело компенсировать понятно выглядит интересно она будет поиграть ну да она будет в девятнадцатом году мы ее собираемся сдать печать где-то в январе и феврале и соответственно в апреле мая приблизительно так получить вы здесь чат будет нет печать будет с китая то есть качество будет один в один как есть то есть все что я показал все деревяшки даже выборочного лакирования на коробку тоже останется поехали дальше что я принес я очень не хожу никуда никуда вот это как раз к новому вопросу вот про это тоже немножко рассказывал я тебе пойду задам вопрос еще один сразу что из своих игр звезда планирует выпустить следующем году пока не могу сказать ну ладно но что планирует что большую коробку давай так среднюю ну то есть меньше чем это ну вот где-то так хорошо так ладно будем ждать анонсов от кости и возможно вы первыми их опять увидите у нас что такое агенты щиты меч агенты щиты меч это не очень тяжелая да она не очень тяжелая я на самом деле могу сказать что это как бы долгострой в который мы очень сильно верим вот это уже сказал что это вы давно делали эту игру что вы нашли на наш нашли идеальный рисунок графику и так далее в чем фишка фишка в том что здесь есть механика не постройки собственного мешка разрушение чужого эта игра с соответственно с механикой контр бэкбилдинга как мы это называем да эта игра на majority и это еще memory для взрослых почему memory да в этой игре есть элемент того что и есть жетоны которые переворачиваются и за дело в том что они не фиксируются в том положении в котором были задача запомнить ты достаешься мешком посмотрел поставил запомнил кого-то передвинул противники должны запомнить мне лично это элемент очень нравится то есть я слышал жалобы от людей то что у вас были игра серьезная я должен почему-то запоминать но я считаю что это хороший элемент гейплея именно отличающийся от привычных как бы вещей в таких играх ты контролируешь разведку большую сеть должен держать голове кто где зачем почему тут реально как в жизни вот эти вот все веревочки ты должен держать в одном кулаке понимаете за что куда подергать кому здесь внедрить кого отсюда перевести здесь что здесь был была разведка надо что вскрывали там богдане конкретно что там был информатор который можно убить этот элемент мне очень нравится он на самом деле очень свежо выглядит потому что мы привыкли что мэмори игры они только для детей вы попробуйте во взрослые боя добавить в евро да 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 и вы поймете что на самом деле мэмори это не так то и просто и она на самом деле не эта игра нравится почему почему мы там вцепились в проекты явно и николая она действительно отображает дух и реалии то их шпионской игры времен холодной войны плюс как бы вот эти комбинации из из нескольких необычных механик или тех же или известных механик но под другим соусом на добавляет так скажем но это вот знаешь вот вот сейчас рассказываешь так что скамин скомбинированы различные известные механики и по другим соусом я вот за это обычно как раз очень люблю игры от александра пистера как раз великий западный путь там тебе накомбинирован дэкбилдинг миппл плейс в принципе всего типа понемножечку плюс как бы еще построение производственных цепочек все это в одном это здорово давай приходить к игре от александра пистера давай раз уж мы уже пока мы не начали с ней я задам тебе еще один курьезный вопрос который будет а просто скажи мне пожалуйста про вашу сотрудничество с фабрикой игр и про сотрудничество с лавкой игр как вот так вот почему звезда докатилась я бы сказал почему докатил ну потому что вы крупная компания и вполне можете позволить себе делать большие проекты сами можем в частности тоже самый великий заборный путь вы делали без всякой посторонней помощи и без всякого сотрудничества тем более как я понимаю все равно эта игра в связи с вашим сотрудничеством диктым с игры шпилем скорее ушла бы к вам ну давай так ушла бы не ушла я не люблю это сослагательное наклонение как-то если бы во рту росли грибы да я не считаю это докатилось я считаю что мир гораздо более сложный чем просто есть какие-то разные полярности да и я с этим дружу с этим не дружу да и я же не говорю про дружбу не дружбу я говорю про то что есть еще они не сами да а вот есть еще такой момент как финансовые различные взаимодействия и кто-то в чем-то силен больше кто-то меньше например если брать проект с фабрикой то инициатива исходила от нее а я как человек который отвечает там за селекцию продуктов на звезде решила то что почему бы не поэкспериментировать дело в том что мы бы не получили формулу скорости как проект себе а тут открылась возможность привести хороший продукт наш ассортимент при этом условия на которых нам предложила сотрудничество фабрика были очень комфортные интересные я подумал почему нет на самом деле выстраивание вот таких вот связи как мы сейчас пытаемся на этом проекте реализовать совместно славка игр кроется возможно будущее дело в том что ну нельзя все время оставаться вот я один я вот иду ломаю лед как бы ледокол как бы никого не слушаю никому не прислушаюсь есть кто-то рядом да может не такой большой а может быть большой но не такой финансово обеспеченный этот критерий у всех компании разные если есть возможность взаимодействовать с плюсом для всех как плюсом финансовым да так и плюсом для развития рынка почему бы нет я считаю что надо использовать все возможности и что с фабрикой что славка игр в обоих случаях это совершенно разные типы взаимодействия но я считаю что это правильный шаг правильный шаг в общем целом к развитию и звезды и эти компании в том числе посмотрим естественно этот история нас всех рассудит и мне это как человеку который следит за рынком и в принципе за развитием остальных игр и сообщества в россии мне как раз и интересно такой вот такие моменты когда две компании объединяются для того чтобы сделать одну игру во-первых это сразу говорит о том что игра непростая и это не какой-то простой такой бросок продукт о том что это реально что-то значимое да ну ты вот правильно подметил то что это не просто чаще всего объединение происходит именно с точки непростых продуктов с той же формулой скорости сколько людей говорили о том что что это непонятная большая коробка какие-то гоночки да и потом получили позитивный отклик с рынка когда люди поиграли уже говорили о том что да действительно это стоящая вещь хорошая интересная игра игра бомба это же переиздание старой игры почему бы не быть одной из тех компаний которая приложила кругу руку к тому что переиздать какую-то интересную классику я потом идете были переставали но и передаетом раз в семь лет да да я считаю что мы не упустили свою возможность к сожалению мы до сих пор не получили еще все точнее игру на склад для того чтобы начать продажи распространять ее получили только все те кто участвует при заказе но сами понимаете технические проблемы этого года они настолько непреодолимы что будем ждать 19 вот так и держать кулачки с тем же блэкаутом ты мне сам вопрос причем такая мрачная страшная вообще ужасная на самом деле она классная на классная я хочу чтобы эту игру издали в россии да и если это был будем мы и если мы сделаем все хорошо вместе с лавкой игр почему нет очередная хорошая игра на рынке да на любителя да на определенный контингент но я думаю люди которые хотели бы эту игру получить они будут довольны что мы ее привезем опять же к возвращаясь к вопросу перегретости рынка и представленности мы предлагаем естественно выбор делаете вы но я знаю что многие из вас хотели бы взять эту игру они а многие еще опасаются вот этого вот дизайна и мы поэтому будем рассказывать про эту игру и мы и лавка для того чтобы поняли что за вот такой вот коробкой возможно темный чересчур и не привлекательный скрывается на самом деле хорошая тебе сразу расскажу один момент да я привез мы в нее поиграли у нас здесь вот мы же в локации сегодня как я уже говорил у нас здесь есть очень хороший человек денис ты с ним уже познакомился он не любит евро вообще вообще не любит евро ему не нравится эта тема но он рпкшник это на эту коробку он орал когда мы поиграли он орал типа какая-то охренительная игра давайте в нее играть его до сих пор хочется не сыграть сейчас поэтому когда мы с тобой вам рассказать обязательно позовем потому что он офигел от того как какие-то механики интересные когда точно сначала такой как обычно сидел такой типа блин ребята да чего то какие-то карточки рассказать нихрена непонятно рынок какой-то что тут делать то как бы а потом все так если я выложу в один ряд карточки здесь и положу сейчас карточку сюда я этот ряд заберу и в следующий ход опять смогу сыграть эту карточку потом если я куплю здесь эту карточку положение ресурсы я смогу забрать себе на руку и потом сразу сыграть и вот ему так хорошо понравилось на самом деле она не такая темная как она очень темная нет не нас я почему это говорю потому что вы посмотрите просто на фишки фишки яркая зеленого цвета ярко вот это понимаешь вот это черно-серая прям смотри черно-серая но когда ты заполнишь поля заполнишь поля красивыми яркими фишками ты поймешь что она заигралась мы сюда серый жетончик выкладываем именно поэтому вот ты говоришь ты не успел прочувствовать атмосферу а я успел я вот понял что мы действительно вот это я был в гонконге вот я тоже был да я но там горел свет да там горел свет я был на этом осы мне было интересно вот то что действительно по тем местам где я вот мы когда в нее поиграли первый раз мы сидели думали типа будет круто если кто-то сделать на русском языке но может быть сделать не гонконг а москву вообще у нас москву какого года когда у нас там бахнула или вообще у нас есть мем такой небольшой в рамках гиг медиа ты можешь проверить сам как это работает ты когда в ватсапе пишешь слово в сратой тебе это 9 его меняет на саратов и поэтому у нас когда там хочется сказать что-нибудь и там не ругаться как бы ты говоришь вот саратов я никакого никаких как бы претензий городу саратов хороший город но у нас было я не разделяю его точку зрения назвать ее blackout саратов blackout саратов нет ты ты не поверишь и мы хотели назвать помнишь выходил компьютерная игра hellgate лондон да вот у нас по ней кстати по-моему на шоку делаю у нас есть такая мистичковая шуточка hellgate лоб не хочу сказать блокаут лоб не тоже нормально так вот в день когда мы собирались сесть потестировать эту игру вот первый раз когда у нас была нормальная копия у нас отключили электричество в лоб не стиленька все я ходил фотографировал коридоры темные фабрика остановилась у нас есть ну дополнительные источники энергии для того чтобы станки продолжали там нормально завершили свои циклы как бы не вышли из строя но как бы все трубили все все офисные работники все в кабинетах сидели без света благо был день это было нормально но грузовичок отправить да 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 и мы вот реально шутили на тему что надо выпустить игру блокаут лобня блокаут лобня да и мы вспомнили сразу тему это hellgate лобня блокаут лобня как вы ее назовете на русском рабочее название гонконг во тьме это рабочее название там просто видно камеру благо у меня лицо изменилось на я знаю что даже не переводом я не я читал всю ветку комментариев в группе лавки по поводу названий предложений все остальное я вам одно скажу что как бы английское название мы точно оставлять не будем это гарантирован никаких английских букв на коробке красавчик до пятюню это раз дальше это уже наша задача сделать карточки и сейчас тут есть название специальности до название специальности тексты как бы над этим будем работать но корм на коробке должно быть россии в русской подок уронил компонент я надеюсь ты меня кубы на полу нет нет тайлы мы будем работать над этим делом точно не будет английский убух какой будет название это отлично пока да за рабочее принято самое простое типичная гонконг во тьме что будет в итоге на этом нужно хорошо поработать ну вот наверное все что я притащил сегодня это здорово тогда перейдем к домашнему заданию давай как и всегда вернее 2 интервью подряд мой гость расскажет про свои пять любимых игр но ко всем этим заданием всегда было одно условие это должно быть тигр который не выпускает его компания или не выпускала его компания к сейчас расскажет вкратце про 5 игр которые он любит больше всего который не выпускала звезда да и для того чтобы это было более горячим топом мы я выбрал именно игры которые выпущены были в россии которые мне нравятся и я действительно могу каждую из них порекомендовать любому человеку который любит настольные игры ну что поехали поехали и так я составил не просто топ всего под точнее не топ одинаковых игр в одной категории я выбрал игры из разных жанров которые мне нравятся начнем с простеньких карточных но при этом не настолько простеньких и примитивных из карточных игр обожаю игру red 7 просто огонь я в нее играл лично пытался сразу скажу выбить ее для звезды но это было невозможно но так или иначе я считаю эту игру одной из классных карточных игр вот в таком формате связаны с цифрами правилами и вообще идея 7 цветов 7 цифр 7 правил блин по игра заключается в том что у каждого игрока есть набор карт на руке и он свой ход должен выложить из них одну таким образом чтобы выполнялась победное условие указано на карте на карте лежащих в центре стола либо он может заменить карту в центре стола таким образом чтобы те карты которые живут у него также выполняли победу условия то карта который положил на себе игра на русском языке называется красный 7 и игроки играют до тех пор пока один из них не останется на столе выполняя победам условия остальные всего летают как только они могут сыграть карту победа условия которую то есть который выполнил победа условия или стало бы победным условиям, которые выполняют его карты. Ну, как-то так. Попробуйте, на самом деле, она недорогая и очень прикольная. Да, там есть некие претензии к геймплею по поводу того, что если на раздачу пришло там некоторые карты, но на самом деле это... Это в любой карточной игре. Да, это в любой карточной игре, и вы не будете же в преферансе жаловать, что этот под мизер вам два туза на прикупе дали. Правильно? Не в свою масть. Да. Дальше, пойдем из абстрактиков. Я специально выбрал этот абстракт. И боролся с Азулом, да? Нет, не боролся с Азулом, этот абстракт был издан раньше. Это абстракт пэтчворк. Я очень люблю пэтчворк. И сыграл очень много партий, и в том числе использую эту игру для того, чтобы расслабиться именно с коллегами, чтобы переключить с каких-то задач. Одна из нескольких игр, которые мы раскладываем на столе, чтобы в конце рабочего дня можно было отлечься немножко, провентилировать мозги, и включиться дальше, и дожать что-то большое, то, что мы делали. У нас есть такая практика, поиграть на работе именно в удовольствие, потому что мы все любим эту игру. Единственная проблема пэтчворка в том, что он дуэльный, но с другой стороны, возможно, это и преимущество. Ну, автор пэтчворка, я его не люблю, выпустил недуэльный вариант. Я знаю. Ну, я в прошлом году назвал его разочарованием года для себя. Недуэльный вариант. Я понял, почему мне так нравится пэтчворк, поиграв в недуэльный вариант пэтчворка. Пэтчворк – это игра, в которой каждый игрок у себя на планшете, скажем так, в подобии некого тетриса, выставляет специальные тайлики разных форм, которые он забирает с общего рынка и за это получает победные очки. Игра дуэльная, каждый игрок ходит по очереди, набирает, и должен составить у себя такое лоскутное одеяло. Поэтому она называется пэтчворк. Это же лоскутики. Да, да, лоскутики. Так, мы закончили с абстрактами и картами. На третьем месте, ну или не на третьем месте, а вообще третья игра из моего топа, это будет игра Пати Гейм. Лучшим Пати Геймом, я считаю, игру Диксит. Я познакомился с Дикситом задолго до того, как его выпустили в России, и мы могли бы быть издателем, но не стали по ряду причин. Сейчас не буду вдаваться подробно. Это шикарная игра с шикарными иллюстрациями. И у меня вот, у нас в стране есть же игры на ассоциации, но с другими иллюстрациями, с другими названиями. Так вот, игры из этой, иллюстрации из этой игры, мне не очень нравятся. А вот Диксит мне нравится тем, что они сложные. Мы, наверное, именно поэтому не выпустили эту игру в свое время, когда обсуждали ее с коллегами, то, что там сложный ассоциативный ряд, он более такой завернутый. И сам геймплей, он был инновационным на тот момент, когда игра вышла. Не зря же появилось столько много подражателей. Правильно? Я считаю, что это вот из пати-геймов реально number one в мире. Я кучу раз играл в нее со своими друзьями, которые вообще понятия не имеют о том, что такое настольные игры, и собирались выпить в теплой и дружеской атмосфере. В итоге кричали принеси нам ее еще, принеси. Ну, Диксит, знаешь, можно сказать, что это такая ненастольная-настольная игра. Да. Это не то, что настолько тебе не приходится двигать ничего по пулю. Ну, так или иначе она на очки. У нее есть собственная механика. Я даже не буду рассказать вам, что такое Диксит. Я думаю, вы сами все прекрасно знаете, что это за игра. Пойдем, наверное, дальше. Возьму, я вот сейчас перепрыгнул и возьму большую игру. Из больших игр я очень люблю сквозь века. Это классная игра. Она вот именно в последней редакции, как она есть, но у меня она же переиздавалась. Соответственно, ту, которую издала Гага. Вот это именно редакция у меня есть на английском языке. Мне она очень нравится. Мне нравится она за комплексность, за возможность догнать лидера, объединившись с другими игроками, за, так скажем, превозмогание некоторые. я люблю, когда в играх можно попревозмогать. Да, большая, да, требует очень много времени, но если вы ищите какую-то действительно серьезную большую игру, сквозь века, мне очень нравится. коробку берешь, понимаешь, вот там какая коробка, столько часов от нее играть. Мне не нравится там пару моментов, но это вкусовщина, да, и в общем и целом я готов. С большой евро разобрались. Да, 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 с большой евро разобрались. Так, ну, и еще одна игра, если говорить про топ-5, во что бы я с удовольствием поиграл, это ближе к такому камеру трэшу, как принято называть, это King of Tokyo. Не Нью-Йорк? Не Нью-Йорк, именно King of Tokyo. То есть ты из этих вот, Да, я из этих вот, да. Я просто из других. Мне нравится King of Tokyo, мне нравится за атмосферу, мне она нравится за интерпретацию известных персонажей, мне она нравится за низкий порог вхождения, и мне она нравится за то, что действительно тут можно наролять. Вот именно вот это та игра, которых есть много дейсометов, так называемых, но в этой игре ты прям призываешь все силы всех богов, да, и когда ты выбрасываешь то, что нужно, ты такой, да, я вас всех порвал, я доказал, вот это классное впечатление оставляет от этой игры, и в отличие там, к примеру, Спартака, который издавал звезда, в котором тоже есть часть дейсометов, да, я могу в эту игру сесть с любыми вообще людьми, которых я впервые в жизни вижу, я им за 5 минут все объясню, и они если они не затворники и знакомы с современной культурой комиксов, фильмов, всего остального, они через 15 минут будут кайфовать от нее. Хорошая игра, я с тобой соглашусь, но я больше люблю Каролину Йорка. Кстати, ты не знаешь, почему ее назвали повелителем все-таки? Почему она повелитель Токио? Ты знаешь, потому что игра это цель горы. Свою первую партию в King of Tokyo я играл с белыми дайсами, с белыми наклейками, на которые собственными руками нарисовал значки энергии. Прототип, короче. Да, это был самый ранний прототип. У меня было всего 4 персонажа из отрисованных уже в том виде, в котором они есть. И почему ее назвали повелитель те, кто локализовали ее в России? Я не могу сказать. Она же дважды издавалась, понимаешь? двумя разными издателями. Вдруг у тебя есть какой-то такой инсайд с древних времен. Знаешь, мы общались на эту тему с коллегами из других издательств, но они никогда не обсуждали тему названия. Обсуждали о том, кто когда и раньше получил прототип, и кто когда и раньше решил, что хочет эту игру. Мне лично она очень нравится. Я рад, что она издана в России. У меня есть помимо прототипной копии официальная первая версия. вторая я уже естественно не покупал, потому что первая еще не заиграла. Но она еще и нужна на русском языке. Там все-таки карточки с текстом очень важные. Их, кстати, на карточках офигенные иллюстрации. Мне нравится иллюстрация, атмосфера. Все в этой игре очень приятно сбалансировано. И дополнение к Николасу, кстати. Ну вот, я мог бы еще назвать кучу разных игр, но я вот выбрал из разных жанров... Я тебя ограничил пятью. Да, ты ограничил меня пятью, и я постарался выбрать игры из разных жанров. Да, я не все жанры выбрал. Естественно, я выбрал жанры, с которыми бы я попробовал либо играл, либо попробовал бы играть с друзьями. То есть, я бы потратил, если это даже сложная игра, я бы потратил время на объяснение. Некоторые игры играются только со специфическим генгентом, так скажем, и ставить ее в топ, игру, которая ограничена для аудитории, я не стал. Ну вот, я в последнее время тоже почему-то люблю больше те игры, в которые можно поиграть с кем угодно. Ребят, и, как всегда, у нас в конце выпуска нашего такого интервьюшного небольшого поздравления от Константина. Ты, наверное, хочешь что-то сказать игрокам, подписчикам, нашим, вашим, и тем людям, которые играют в ваши игры, да и, в принципе, играют в настольные игры. Друзья, в канун Нового Года хотелось бы пожелать вам только светлых мыслей и приятных эмоций, чтобы вы могли думать о хорошем, о ваших семьях, о новых играх, которые вы сыграете, о вас лично, чтобы все у вас складывалось хорошо. Мы, в свою очередь, постараемся оправдать ваши надежды и быть рядом. Счастливого Нового Года! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok